Пока я сейчас объявлял, что я вам буду рассказывать про НТО, не поднялся на тесно, как-то на русский лучше привести к термину устоявшегося нитку. Интернавигация — это навигация внутри здания. Интернабин, то, что в OSSAM появился термин, — это фактически рисование внутренней планировки зданий. А красивого термина под этим не придумано. До сих пор вы с OSSAM большей частью рисовали географические объекты на стандартах в Агарте. Хотя экспериментировать с внутренней планировкой зданий начали давно, но ничего нормального из этого не получалось. Помните, пять лет назад, когда я только пришел в проект, я рисовал в окрестности Белорусского вокзала, и там есть, чтобы пройти к платформе, надо проходить через само здание. Там других гарантов нету. Тогда я про свеки нашел, что дорожки, проходящие через интернерс, то есть, ну, что дорога проходит через здание. И тогда фактически весь и вся интернерсхема этим и ограничивалась. Больше ничего не было. Потом начали появляться очень развесистые, очень тяжелые схемы, построенные на вложенных друг к другу отношениях, завязанные на айтишники объектов. Кто про подковы данные знает, насколько это весело. А не так давно наткнулся на ресурс названием OpenLag Lab. Сейчас покажу чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть сколько. Заинтересовался, он оказался в Лизбурне, от СССР уже рисует планировки парковых центров, музеев и университетов. Полез обновить знания и выяснилось, что вылупились зачатки несложной схемы тренирования внутренней планировки. Несложной и, на мой взгляд, достаточно такой красивой. Основная проблема при создании новых схем, особенно каких-то таких совсем новых вещей, как там ПАП и транспорт, например, рождался все соотношения маршрутов общественного транспорта. Тут приблизительно та же самая история. Штука сложная, и как бы ее встроить в существующую инфраструктуру, чтобы она ничего не ломала. И была придумана достаточно простая концепция. Для того, чтобы показать, что... Первое. У нас есть схема тренирования трехрядных зданий, так называемая, состоящая из... Срочистенно на тегах built-in part, той ближайшей части зданий, и отношения, где они все собираются. Ну, на этих частях расставляется высота и должность, как они там... по высоте друг относительно другого располагаются. Получаются трехмерные домики. Все видели карты этих трехмерных домиков. Показывать надо. Вот эту вот схему тренирования инфраструктуру пытались строить... Ну, увязать с схемой трехмерных зданий. Они пока живут параллельно и не пересекаются. И, в общем-то, слава богу, главное, что они друг другу не противоречат, и, в принципе, можно использовать параллельно. Отрисовывать объемы в 3D и внутреннюю планировку. Вот. Значит, здесь я представляю схему. Схема очень простая. Первое. Для того, чтобы показать, что в здании есть внутренняя планировка, на него вешать два тега. MinLevel и MaxLevel. Причем ввели теги Level, то есть уровень, а не Layer, которые были... Которые в OSM используются для того, чтобы показать, как дороги, если они будут располагаться в пути разные, чтобы полностранство не пересекалось, или тег Level. Вот. На здании просто вешается два новых тега. Минимальный этаж, как бы, минимальный уровень, максимальный уровень. Все. Дальше необходимый софт. Ну, софт, который имеет обрабатывать, он уже понимает, что с этим зданием можно работать. для того, чтобы прожить. Внутренняя планировка рисуется, задается с помощью фактически двух основных тегов. Это Indoor, сам в себе, то есть внутреннее пространство. Indoor есть в минимальном случае. Это значит, что это просто внутреннее пространство какое-то. И второй важный тег – это Level, собственно, уровень. Ну, грубо говоря, этаж, на котором это помещение располагается. И введено четыре основных базовых сущностей, с которых все строится. Первое – это комната. Это Indoor. Предполагается, что это помещение, ограниченное со всех сторон стенами, может иметь произвольную форму. То есть, произвольный площадной объект, не знаю, как Indoor Room и Level определенным, допустим, на Диву, это уже какое-то внутреннее помещение, ограниченное со всех сторон стены. Второй базовый объект – это тоже Indoor, со значением рекордов. Это для помещений, которые соединяют комнаты. Собственные коридоры – такое основное пространство, по которым в ингриде здания осуществляется передвижение. Подразумевается, что он со всех сторон будет ограничен, например, этими комнатами или специальными площадями. Третье – это Indoor Area. Это как бы открытая площадь, которая не ограничена со всех сторон стенами. Фактически это то же самое, что и комната, только подразумевает, что по периметам стен нет. Это для открытых пространств. Типа в торговых центрах большие площади внутренние. Их коридорами не обзовешь. И, в общем-то, пространства открытые. И последнее – это Индерволг. То есть стена. Работает это все в общей связке так. По умолчанию подразумевается, что все Indoor, кроме Area, со всех сторон окружены стенами. То есть мы просто рисуем какое-то лоскутное одеяло, из приметающих друг к другу объектов, каждый из которых условно комната. И подразумевается, что они уже стенами ограничены. Стены рисовать отдельно не надо. Кроме внутренних пространств, которые стенами не ограничены, на них вешается тег Indoor, то есть открытая площадь. А внутри нее можно размещать какие-то вещи, как стена, колонны, там еще что-то. И получается, внутри пунктуровка рисуется сочетанием вот этого всего. Нет, толщина стенами пока не задается, как мне говорится. Хотя теоретически можно обводить, если у нас, к примеру, внешний контур, а внутренний контур комнаты обводить уже как с учетной точностью. Но это пока не прорабатывается. Схема находится, по-простоятию, не века. Там много вещей еще не согласовывали. А она пока базована, как бы, и с простого сложной. Как вы сами обычно рисуют, сначала очень условно, потом достаточно подробно, а потом просто невозможно. И дальше здесь опыт сейчас начали с простого. И благодаря тому, что само пунктуровка вынесена, как бы, в новое пространство. Ну, это рейдер и лево, которые раньше не использовались. А она, получается, не мешает конвертам и программ, которые сейчас на данном постепенно используют. Единственное, тут, получается, пересечение, когда, ну, так говорим, пространственное телевизование в своем, как бы, помещении, нету договоренности по рисованию пути перевещения внутри, да, внутри навигации. То есть, ну, таких же веев, там, снаружи помещения. И пока все используются, да. Ну, то есть, Highway Footway, как говорится, Принплёчный, Плодоклина. И получается, что он пересекается с основной базой. И что из этого следует? Покажу чуть-чуть. Потом, потом. Так. А, да. Ну, собственно... Что? А как логосгемы второй свет? Сцена, вот, сколько физически там... А, никак. То есть, на самом деле, когда второго света нет, то просто признается, что ты можешь нарисовать проще какую-то там сферу. И... Как сказать? Если... Ну, вот это вот первый этаж, да. А на втором этаже, на одним. Примерно посредине будет дырка со вторым светом, да. И тогда мы вот это вот все сделаем муфтеполигоном и вырезаем дырку. Вот и все. И это будет... И это будет... Это будет... А? Ну, в основном, было сделано. Фринцип существует. А, ну, точно так же. А, да. Тут, в принципе, еще есть уточняющие теги, да. Это... Ну, расширение. Уточнение всего этого дела. Изучив стегрум. И там заговори. И там даже не уточнили. Например, рум стез – это лестница. А там, рум стез плюс... И дальше идет огромное расписывание значения комнаты. Там можно вешать ref, name и прочие радости жизни. Вот. Ну, хватит сегодня. Сейчас чуть-чуть покажу. Верните мой блок. Сюда. Собственно, покажу вот... Тот самый ресурс, я помню, levellab.net, который рендерит из базовых мастер-нэп. Какие у нас есть уже планировки изданий. Вот это вот одно из наиболее феерических, на мой взгляд, примеров. Один из наиболее феерических примеров. Разрисовки внутренней планировки. Это какой-то большой торговый центр. Правда, один этаж. Тут больше ничего нет. Тут примечательно то, что помимо комнат, коридоров и прочих интересных вещей, внутри проставлены уже магазины. Можно посмотреть по ним данные. Внутри проставлены в большом супермаркете отделы. Какой-то что продает показаны. И даже нарисованы всякие полки и стеллажи, где чего лежат. Как там отделы затонированы? Отделы затонированы. Ну, то есть, смотри. Весь отдел, вся территория магазина затонирована как шоп-моб. Отделы через предпадмент, по-моему. А, через 100. 100 предпадмент. Да, предпадмент. 100 с экшн. А дальше рендинг. И что он продает? Вот такие уточнения. Плюс расставленная барьера в виде пола. Линия CAS. Вот, всякие металлые вещи. Несмотря на немножко неряшкое ОМДинг, это уже вполне такая готовая к использованию схемы. Из нее можно нарендерить что-нибудь, ну, как в супермаркетах и торговых центрах. Карты с внутренними командорами имеются. Но такие вот вещи, мне кажется, из этого вполне уже можно нарендерить. Второй пример – это станция. Я, например, то ли это станция, то ли кара-работ, честно могу сказать, выбрал, потому что тоже бутыкированно по самым не могу. И можно посмотреть всякие интересные, веселые штуки. Например, на головне звонить, привязывать фотографии с мобилами через точку с определенными тегами, со ссылками на мобиль. Можно также привязывать фотографии со флика с определенными разрешениями и так далее. Вот, здесь, как видим, тоже протекируют пути прохода, то есть возможна навигация. Самое интересное, что ресурсы умеют подкладывать навигацию до внутренних помещений. И оно вполне работает. Можно поставить там маркера и… Да, пешком или даже на инвалидной коляске. Ну, так же, как надо. Но навигация – возможность этажа на этаж. Вот это было. Это я переключаюсь к этажам. Сейчас вот еще сюда вот маркер куда-нибудь. Да, вот. И он показывает, через какую лестницу мы идем, как мы дальше туда перемещаемся, и как мы с одного этажа попадаем на другой. Я, честно говоря, открыл для себя только вчера. Был крайне удивлен. И тут еще не успел попробовать, как оно строит и что оно использует в процессе. Но барьеры и запреты оно явно точно не использует. Плюс теги доступности, которые там для инвалидов разработаны. Особенно потому, что у меня есть строить машину для карточника. Вот. Как-то так. Что еще рассказать? А, ну да. Чуть не забыл. Минутка часа я. Каковыц, чтобы понять, как оно работает, я решил что-нибудь затегировать. И затегировал охотный ряд. Сейчас, если открыть основной СЭМ, то выглядит он немножко странно. Потому что охотный ряд у нас, на самом деле, зданий, хоть подземные. Я, допустим, сходил недавно пешком и увидел адресную табличку. Хорошо, что надо добавить. У него не было адреса. Добавил он здание, добавил все теги, потому что он подземный. Но все равно он отремлерился на главный. Так что теперь огромный сарай, который закрывает все. Непонятно, что с этим делать. Скорее всего, надо писать в бактрекер маркера. Но... Гитхап на 10-7 план разрабатывает. Я уже посмотрел, но быстрым поиском такая проблема встречается. Об этом многие пишут. Но решение еще не разработано. Так или иначе, это, в конце концов, здание. У него действительно адрес. Я сначала думаю, можно снести его и оставить на точке, или потом решить что-то неспортивно. Под рендером маппет не будем. Оставим как есть. Так он выглядит на главный. А в Open Level Up оно смотрится вот так. Это уровень земли. Ну а дальше поехали вниз. с подземным переходом. Что? Это он так показывает технические помещения. То есть это Ender Room, у которой стоит Run Technical. Я иногда посмотрел по-другому примеры тегирования по мирам. Потому что их надо было просто показывать не так, не так использоваться именно для инженерных помещений, а просто запрет АСС. В общем, это надо будет еще пройти, перетегировать какие-то вещи. Где-то что-то уточнить. Так или иначе, они, в принципе, работают хорошо. Реедакция, эта навигация тут тоже частично работает. Хотя где-то он обрывает. Надо будет проверить. Так навигацию нашла только вчера. Еще не совсем понял, как она что учитывает. А еще у вас есть какая точность? Да. По пожарным планам достаточно точно. Уж я, во всяком случае, извращался. Это не знаю. А если ты фотографировал пожарные планы? Да, я сфотографировал пожарные планы. Ну, сначала мне было очень лениво. Я зашел на сайт ТЦ Охотный ряд. Нашел там схемы. Вот, порадовался. И понял, что они очень приблизительные. Их, конечно, можно использовать. Но там схемы такие. Они не показывают все технические помещения. Они показывают только основной рабочий объем. И оно не очень похоже на здание. Потому что если все эти книжки вычесть, то контуры получаются очень странные. Вот. Потом я нашел... Потом пришел съездить в Охотный ряд. Отфотографировать все планы. Три дня сидел привязывал. Потому что место интересное. Потому что... Потому что... Тут проходят туннели метро. Что тогда? Они не спрашивали. Они подозрительно на меня посматривали, но так ничего не сказали. Хотя я уже приготовил байку о том, что я архитектор и делаю диплом по схему эвакуации. Вот. И да, я архитектор. Но диплом я уже давно не делал. И таким схемам эвакуации. Вот. Мне это было чисто интересно. Серьез, с той точки зрения, чтобы отрисовать расположение вместе со станциями. Я много искал фрессировки всего этого делал. Смотрел фотографии Руксуса с этих вверх служебных соединителей. Да, тут, кстати, станции тоже отрисованы. Переходы между станциями. Вот. И в процессе, когда будет время, может, еще отрисовывать внутреннюю планировку гостиницы Москва. Куда я тоже недавно нашел этот фотографировал план. Самое интересное тут, по-моему, смотрится вот этот вестибюль театральный, который там выходит рядом с большим театром. Даже на максимальном зуме он смотрится достаточно понятным и подробным. Входы и выходы. Переходы между... Как мы куда идем? Единственное, не просвещивают никак соседние этажи. Поэтому эти все вещи немножко оборваны. А это можно делать? Да. Нет. На этом рендере нельзя. Да. Собственно, вот о чем я еще начал говорить. Проблема, что частичное пересечение схемы тагирования. Помещения никак не пересекаются с существующими схемами. А вот всякие пути внутри, которые находятся, по которым мы должны проводить навигацию. Они показывают и герман стандартами. Highway Footway, и Interless, и Level. Которые используются для интернета. Проблема в том, что... А! Прот. 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 Забыл сказать. Как в этой схеме предусмотрено, что у нас, например, 45-этажный небоскреб. И мы хотим отрисовать все уровни. Хотя пока вроде не подразумевается. Подразумевается, что будут отрисоваться общественно доступные пространства. Музеи, амбиотеки, университенты, работные центры, станции, вокзалы. Но все равно, допустим, у нас там есть пять этажей. И планировка на всех пяти этажах один окраин. Рисовать объекты пять раз один поверт другого, это не может быть правильно. Поэтому тут сделали хитрее. Тут предусмотрели, что на одни и те же комнаты можно повесить в том, который показывает, что эти комнаты повторяются на разных этажах. Например, на первом, втором и на третьем. Есть тег. Это нужно сделать в теге Level, когда это не только конкретный уровень, на котором комната находится, а диапазон, например, с первого по третьей. Или первый, третий, четвертый-седьмой. И такие пространства брендер принимает. То есть в каком-то будет, например, нарисоваться и на первом, и на третьем, и с четвертым по седьмым этажам. Это, на мой взгляд, вообще отличная находка. Как у нас документная. И 3D тут не подразумевается. Поэтому выстраиваем вот эти, ну, дорогая из уроков. Через третье повторения обещания. Оно здорово экономит геометрию. И в принципе только затраты на адресов все это. Проблема начинается в том, где мы пересекаемся со старой силы. Например, Highly Function. На которой мы решаем такой же тег. Левел. С первого по седьмым. И с первого по третьим. А это значит, что один и тот же путь. Проглядает по коридору, например, на первом этаже, на втором и на третьем. И, как сказать, вот есть у нас входы в здание. Дальше у нас есть какой-то внутренний коридор и условно две лестницы. Ну и такая планировка, что комната во все стороны. И вот этот вот коридор у нас повторяется на всех уровнях. А подняться на второй уровень нужно, например, по лестнице вот здесь и по лестнице вот здесь. То есть, чтобы попасть из этой точки вот сюда вот на третий этаж, нам нужно сделать какой-то. То есть, нам надо зайти в здание, дойти по ближайшей лестнице, подняться по ней на второй этаж, на третий, на четвертый, на пятый и дойти до этой точки. И обычно мы это знаем, как двигаться до точки по графу Лёба. А так как у нас в данном случае соединенные Лёба, на которых просто висит так повторение, то, по идее, маршрутизация строится из этой точки сразу сюда. Ну, потому что вот здесь вот ребра между собой пересекаются. Вот, поэтому вот это вот так называющее повторение на разных этажах, он был хранит для всех перемещений. Но в этой части, я так понимаю, все еще просто присовывать надо. Да. Их можно рисовать так, чтобы теоретически они не пересекались сантиметр влево, сантиметр вправо. Мы видели, например, такое извращение. Вот, но, конечно, оно не стоит. Но, по-моему, судя по тому, что, я говорил, это обнаружено, что маршрутизация работает и работает корректно. Надо просто посмотреть, он это как-то умеет интерпретировать. Проблемы с, например, с маусами, которые наверняка будут это все изображать себе и прокладывать внутри здания все стандартные алгоритмы вашего движения. Ну и прочие программы, которые, в принципе, не учительные. Так. Кажется, все. Не знаю, что еще сказать. Можно вопрос? Да. А вот я просто прослушал. С комнатами влево будет вам понятно. А если точку пой нужно поставить на лево? Какой-то? Очень просто. Остается точка пой и ей добавляется так лево. Да. Простота схемы, она, как раз, подразумевает то, что необязательно сразу отрисовывать лево-мровку. Можно наставить поли, наставить лево и уже будет раскладка по разному. Что на первом этаже на химблазе, на втором этаже на химблазе. Но это при пол-химблазе, да? Вы понимаете? Да. Ну, все, кто хотя бы минимально поддерживает эту схему, для этого ее продлежит. Она поэтому и вынесена по отдельной простой стороны. А, да, я там еще загрузил специально в жесткой все. Хотел показать, как это выглядит. Чтобы жизнь мертвым не казалась. А вот код этого рендерного? Не знаю, не разбирался. Я не очень технически подростил. Мне кажется, что он все грузит через влево-баз. И если зайти, то смотреть. Концепт на гитаре. Ну, так как я в этом не очень понимаю, то я поднялась. Да. Вот. Джос и его доходный ряд. Если кому-то это вообще подскажет. Стандартно, то вы... Как же ты его рисовал? Да? Как же ты его рисовал? Я его рисовал через фильтры. А... То-то есть вот фильтр биндера... Он мне позволяет отфильтровать все внешнее, оставив только вот, собственно, интернетом для меня планировку. Мне этого показалось мало. Я написал простейшие 6-ти отображения, где у меня все внутри закрашивается. Тут 4 уровня, поэтому, понимаете, каши. Продолжаю фильтровать дальше. Вот это минус 1 уровень. В принципе, все остальное отображение было. Рисовать, тренировать. Ну да, вполне уже можно работать. Точно так же, минус 2 уровень. И вот там фильтр переключался и все рисовало. Ну и соответственно, тем же фильтром можно фильтровать в Синдер и посмотреть все остальное. У меня есть еще такой нежный стиль для отрисовки Area Hybrid. Теоретически, ну то есть просто даже сейчас, получается, не очень сложно работать со всем этим. Фильтры позволяют. И есть еще возможность подключить дополнительные стили отрисовки. И получается, ну как можно развести отдельное, отдельное то и работать удобно. Экспресс